Приветствую вас! Вы знаете, основная здесь проблема, конечно, в том, что вы обычно приводите стеснительно и боитесь, что вас отвергнут. И основная проблема здесь в том, что вы боитесь потерять человека, потерять дружбу. То есть, понимаете, нельзя быть в отношениях не рискуем, а вы, мне кажется, здесь хотите выходить, чтобы всё контролировать. Помимо этого вы обесцениваете свои чувства, помимо этого вы подавляете свои чувства, помимо этого вы обесцениваете себя, вот. И где-то в глубине души считают себя, оно вообще, говоря, немного странное, да, какое-то не такое тогда странное, вот. Поэтому здесь дело не в том, чтобы что-то намекать. В том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, да, всё может усложниться, усложниться настолько сильно, усложниться настолько мощно, что, условно говоря, это усложнение может привести к тому, что, вероятно, вы и будете в отношениях. Но отношения эти станут для вас настоящим адом. Адом, потому что, простите, как бы, два мнительных человека, два неуверенных в себе человека, два сомневающихся в себе человека. Это, ну, мягко говоря, да, довольно тяжело. То есть давайте, как бы, вот, признаем это честно, что это тяжело. Соответственно, как бы, я думаю, на это стоит обратить внимание. И вам в первую очередь поработать со своей закрытостью и со своей стеснительностью. Нет ничего плохого и дурного в том, чтобы быть закрытой. Нет ничего плохого и дурного в том, чтобы быть стеснительным. Но важно, чтобы вам это не вредило, важно, чтобы вы были естественными, важно, чтобы вы не боялись выразить свои чувства. А мне кажется, вы не просто боитесь выразить свои чувства, но и боитесь ещё потерять человека. А человек и ваша собственность, и находясь в отношениях, важно именно в них жить, жить, а не пытаться что-либо удержать, а вы пытаетесь это сделать. Следующий пункт, это хочу создать семью, вот понимаете какая штука, с одной стороны, конечно, вы пишете, что я творческий человек, и вообще-то у меня есть интересы, вообще-то я развиваюсь, да, вообще-то у меня, как бы, ну, я там, наверное, имею какие-то цели, вот. Ну, а с другой стороны, я хочу создать семью, я хочу создать семью с тем, с кем ещё неизвестно, даже будут ли вообще какие-то отношения, с кем я никогда не желал, да. С кем я, с кем я только год знакома, и вот, вот тут тоже, кстати, странный довольно момент, вы пишете, что, значит, вы знакомы с человеком год, да, вот, в общем, друзьям с ним год пишете вы, но при этом вы пишете, что увидимся летом почаще. А, соответственно, другие времена года порежут. Но если вы дружите год, то у вас-то по факту одно лето и одна зима, ну, по факту, ну, так вот, условно, да, вот, и всё. То есть это, как я понял, это даже не совместное времяпроводение регулярное. Это именно вот, что какие-то такие вот встречи полу... ну, полуромантические в том смысле, да, что это гостевые встречи. Не в том смысле, что вот есть там какая-то романтика, а в том смысле, что это такие гостевые встречи. А, друзья, это не гости. Вот чем и отличается, как бы, друг от гостя тем, что друг не гость. Друг, он одновременно что-то больше, чем гость, потому что гость это всё-таки, ну, что-то такое. Праздничное, а друг это более обыденное. Но в то же время это не романтический партнёр. А вы здесь как-то вот немного странно описываете, что дружим с ним год, а летом видимся чаще, а другие во времена года реже. Так у вас, как бы, ну, как я и сказал, у вас не так много времени было. Вот. И с этим человеком вы хотите построить семью. То есть, значит, для меня очевидно, что именно желание семьи здесь приоритетно. И, опять же, ничего плохого нет в том, что вы хотите семью. Ну, хотите вы семью, это на здоровье. Вот. Важно немножко другое. Другое. Первое, чтобы был адекватный, оптимальный уровень мотивации для вас создать семью. И второе, чтобы вы четко понимали, условно говоря, что за желанием создать семью кроется другое желание. Вот. И что вам необходимо научиться реализовывать это желание до тех пор, пока вы не создадите их семью. Знаете, какая штука. Дальше. В какой-то степени, вот, вы говорите, что вам в прошлом году нравился другой парень. Я прям влюбился в него. Вот у меня такое ощущение, что вы склонны идеализировать мужчин. Да? То есть, что такое идеализация? Идеализация — это наполнение другого человека за счет своих чувств теми качествами, которые мы хотим видеть в себе. Или теми качествами, которые нам нужны. Да? То есть, условно говоря, если я, значит, девушка, и если я, допустим, нуждаюсь в защите, то я могу увидеть мужчину, который покажется мне сильным, которого я сочту тем, кто может меня защитить, и буду в нем видеть исключительно сильного мужчину. Притом, игнорируя реальные факты того, что это слабый, ну, как и любой человек. Вот. Примерно так происходит с меня. То есть, я не могу избавиться от ощущения, что вы склонны идеализировать мыши. Также, поскольку вы, ну, закрытая и стеснительная, вот, то, понимаете, вы достаточно эмоционально ранимы. То есть, вы достаточно эмоционально стеснительны. Довольно много вам, наверное, может причинить боль. И из-за этого вы не можете, с одной стороны, вести себя естественно, а это необходимо, чтобы строить любые отношения, и над этим нужно работать. С другой стороны, вы можете вытеснять, то есть, это такая защитная функция психики, чтобы не было больно. И, в-третьих, вы можете интеллектуализировать, то есть, стараться объяснить. А это всё может привести к контролю, к контролю, к тенденции контроля. И вот ваш вопрос, как узнать, относятся ли мужчины подружечки или нет, это про контроль. То есть, я сама в себе не уверена, я сама боюсь раскрываться, я хочу узнать, как он ко мне относится, чтобы, исходя из этого, уже выстраивать свою модель поведения. Это зависимая позиция. И, поскольку это позиция зависимая, она вас разрушает. Она деструктивна. Она разрушительно деструктивна в любом случае, вне зависимости от того, получится ли у вас с этим мужчиной что-то или нет. Понимаете? Поэтому, работать нужно в этих направлениях. Я понимаю, вот в тексте это достаточно заметно сильно, да, что вы пытаетесь, ну, пытаетесь увидеть то, что вам, условно говоря, хочется. То есть, не то же суть, да, а то, что хочется. Вы пытаетесь найти какие-то крохи и его отношения к себе. Знаете, если человек закрыт, то это создаёт, ну, пространство для манёвра, для какого-то, ну, для рекировки. Да, человек. То человек всегда может отступить. И спасает здесь только естественность, свобода. А не секрет, что, ну, я думаю, для нас не секрет, что вступив вы в отношения, у вас появится куча требований к человеку. Я могу ошибаться, конечно, моя гипотеза заключается в том, что вы будете требовать от человека определённого внимания. Вы не сможете, вот в данный момент при вашем психологическом состоянии находиться в отношениях свободно и естественно, да, там не требует ничего от партнёра. И предполагаю, что партнёр может уйти от вас и так далее. Вы не можете. И отдельным пунктом я бы хотел обратить ваше внимание на вектор чувства, который вы называете любовью. Вот. Понимаете? То есть вот вы говорите, стал нравиться больше, чем друг. То есть страсти, конечно, нет, но чувства есть. Какие чувства? Чувство желания создать с ним семью? Так это не совсем про чувство к человеку. Это больше про то, что, о, ты мне подходишь для моих потребностей. Понимаете? Это не совсем чувство к человеку. И отсюда, потому что вы боитесь, что ваша потребность не будет удовлетворена в очередной раз. Вы боитесь как... Вы боитесь быть естественными. Потому что за счёт этого человека вы пытаетесь в данном случае решить, может быть, проблему своей неудовлетворённости. А это так не работает. Понимаете? И в отношениях это создаёт напряжённость. Которая для некоторых людей, вот, например, как для вас, она может быть, ну, достаточно фатаж. Поэтому так важно повышать свою осознанность, прорабатывать свои проблемы психологические, да, вот. Учиться себя слушать и, ну, как бы, брать ответственность, условно говоря, за направление своего поведения. То есть если вы говорите, например, что у меня появились чувства к человеку, да, то это именно чувства к человеку. То есть это не направленная история про себя. А то, понимаете, какая вот здесь аналогия может быть? Словно говоря, приходит один человек к другому человеку, да, и один человек говорит, слушай, я так рад тебя видеть, я так давно тебя не видел, как у тебя дела, не можешь ли ты мне, там, продать вот этот товар, да. То есть получается, что другой человек стал нужен первому человеку только в том, что первому человеку понадобился товар. Вот. Ну, это немножечко просто самообман, понимаете. И, может быть, вероятно всего я ошибаюсь в степенях, да, то есть степень может быть разная. Но задайте себе вопрос сам. Если бы вы хотели сто процентов сделать этого мужчину счастливым, и вы могли бы для него что-то сделать, стали бы вы думать о том, как он к вам относится, и относится ли он к вам подружески или нет? Понимаете ли вы, что ваш вопрос связан с тем, что для меня важно, отвечает ли мне взаимностью? Потому что невзаимность для меня негативна, болезненна, связана с отказом, с отвержением, и это причиняет мне боль. И я боюсь этой боль. И, возможно, потому что я боюсь боли, я закрытая и стеснительная. То есть здесь вопрос-то о том, а естественна ли ваша характеристика, что вы, допустим, ну, закрытая и стеснительная. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Будем надеяться, что ситуация разрешится. Я надеюсь на обратную связь. Отлично. То естьbasedь. Обlass наpletание средствами улыбка. И это место важного онлайн. ывает и вот здесь, такари Algun, заб chiarяга, здесь, это будет твокаре поверх Bing.